Да, давненько нас уже не было в бесплатной CSGO. Друзья, я всех приветствую, с вами Команда Моргеймс и сегодня мы спустя достаточно долгое время наконец-таки зайдем в бесплатную CSGO и посмотрим, что же там изменилось. Стало ли там меньше читеров, или же их наоборот стало больше, или же Valve придумали что-то такое, что читеров совсем не стало. Это мы сегодня и проверим. Друзья, ролик сегодня будет максимально интересный, поэтому обязательно смотрите его до самого конца. Что ж, присаживайтесь поудобнее, обязательно лепите лайк, всем желаю приятнейшего просмотра, а мы начинаем. Нюк, интересная карта у нас выпала, ну, ребят, веселье начинается. Мне, конечно, интересно, что сейчас будет. Давненько мы сюда не заходили в эту бесплатную CS, но вот пока мы прокачивали аккаунты, мы новые абсолютно аккаунты создали, ну, прям пришлось поискать читеров. Их реально не так просто было найти. Ммм, не будет нюка. В общем, ну, я прям много серверов обошел, мираж все-таки будет. И реально мало читеров. По крайней мере, во время прокачки, вот во всех этих режимах, там, в обычном, бой насмерть, во... Ну, в основном, перелетных снайперах я только вот нашел. Единственное что, других режимов вообще не было. Только вот перелетных снайперов, и то нужно было еще поискать. Что сейчас будет в ММ? Вот это вот интересно. Как вы думаете, мы прям сходу сейчас встретим читеров здесь? Ну, я думаю, вероятность есть. Такая высокая. Причем? Ни одного читера не встретим. Мне почему только что ноль читеров. Как-то просто не повезет нам. Ну, я, если честно, не верю в такое, что вообще прям ноль. Но давайте посмотрим, как это будет на самом деле. Там сходу пишет человек, что он крутилку может. Да пускай включает, что. Мгм, действительно может. Ну да, он, конечно, не крутилка, но... Да? Да. Слушайте, долго играть не пришлось. Так он с пистолетки спалился, он по мне в пистолетке жестко дал. На. Ну да, на. Ну там только один фраг был какой-то, по которому еще мало чего было сказать. Но тут сходу все ясно. Кто там говорил, что читеров не попадется, ничего не будет. Бесплатная КС. Слушай, пока еще не доказано, что он с читанием. А, это просто он хорошо натренировал с каунт. Бесплатная КС играть прекрасно. Не, я пока прокачивал аккаунт и реально подумал, что сейчас нихрена читеров не будет. Я уж прям... Я размечтался, в общем говоря. Не, ну ладно, может нам только в этой катке так не повезло. Еще интересно, есть ли у них еще читеры. Тут всего один. Я помню, раньше мы заходили в бесплатную КС, и там два читера, три, вся команда была. Тут пока только один. Интересно, есть ли еще вообще в этой катке. Он уже убьет меня? Ой. Ну, кстати, спин сейчас нормально. Это тоже как будто что-то знает, да? Нормально он тебя поставил. О, это скользит Легион. Скользит. Да? Да. Легенд? Легенд, да, Легенд скользил. Вот еще, подожди, вот скользит. А, Ларгон, Ларгон, вот, он скользит. Он мне два фрага не сделал. Ладно, коннекторы идут. У него 0-0-3 счет. У них там что, вся команда с читами? Кто там скользит у нас? Ой, Ларгон, хорошо. Я тоже посовывал. Ой. Посовывал родной. Ой, ну-ка тоже пойду проверить, что там такое. Да-да-да, там в Меду, я так понимаю, да? Что-то интересное. О-о-о. Ой, ну все, меня не возьмешь. Я, по-моему, так, если посмотреть, ничего не изменилось, ребят. Прискользил ко мне, просто покатился. Я подумал, ладно, там один читер нам попался. Ничего страшного, может, просто не повезло. Сорян, ребята, читеры, ну, везде. Да ничего, брат. Да, сам софтом тоже играет. Знаете, как будто реально он там своих тиммейтов оправдывает. Ну, в общем, здесь два читера только было. Эту катку мы проигрываем и идем дальше. Посмотрим, что дальше нас ждет. Ну, а на самом деле, такие себе из них читеры были. Они хреново, максимально хреново играли, их легко было убить. Пять раундов назабирали у них. Ого, он так перевелся. Ну все, погнали к следующей катке. Что-то странное вижу, ребят. В чате? Это все нормально. Просто общительный молодой человек попался. Пошел в спам! Ага. Ну, в табе тоже интересно это все выглядит. Тут, так сказать, прям сходу человек решил показать себя. И ушел. А, и вышел! Продемонстрировал, прорекламировал. Прорекламил и хватит, да. И пошел по своим делам. Интересный номер. В Аргенте на рейтинге вернется. Типа, все. Тут отлично, ребятам. Он чисто заходит в катки, порекламируйте и выйти. На новый вид маркетинга. Ну да, еще интересно, у них там есть читеры. Все, вернулся, ребят. А, это тот же вернулся. Вернулся, ребята. Все нормально. CSGO DLC. О, все, вышел. Он, типа, только скачал этот софт и пытается пофиксить, вот это, чтобы у него не спамило или что? А я не знаю. Я честно не знаю вообще, что-то у него происходит. У него просто и ник такой же стоял. Он сейчас пытается это пофиксить. Вообще, без понятия. Как будто реально порекламировать зашел. Один человек у них все-таки пропал на 30 минут, но этот вернулся. И в этот раз без спама вернулся. Написал hello. Видимо, убрал этот спам. Разобрался, как работает чит. Сейчас посмотрим, разобрался ли он точно на 100%. Он не дал, но обычно стреляет. За коротками сидит. Ну да. Пока ничего такого не вижу. Но, видимо, по перезаходу этот парень решил удалить то самое DLC. Free Legend. Я не знаю, он вообще ничего не делал. У него ноль фрагов, посмотрите. Он ничего не сделал. Он как вернулся, просто бегает и умирает. Это было странное начало игры. Но по итогу здесь вот прямо сейчас... Ну вот, нет читеров. Тут парень вообще, я не знаю, по-моему... Ему насрать, подожди. Бррр! Зач! Извините. Он был абсолютно безобиден. Я по нему стрельнул, он даже не обернулся. А еще и меня подстрелил. Да. Странная катка какая-то получилась. Вначале был явный софт. Но по итогу, я не знаю, видимо, от стыда реально решил выйти. Выключить все нахер. Походу, щелек вообще не разобрался, как его чит работает. Решил его просто отрубить. Но в любом случае читеров больше не было. Был вот один. И то он вообще ничего с читами не сделал. Кроме как проспамил. И Квантехт нам свой показал. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. И, друзья, перед тем, как мы продолжим этот интереснейший ролик, я предлагаю переместиться на замечательный My CS GO и открыть сегодня самый древнейший кейсик под названием CS GO Weapon Case. Конечно, стоит он очень нехило, но я просто напомню, какие скинчики здесь лежат. Это одни из самых легендарных скинов в CS. И мне кажется, что сегодня стоит рискнуть и зарядить этот кейс сразу 5 раз. Почти на 23 тысячи рублей, но я надеюсь, что не зря мы сегодня так рискуем и что-то интересное мы все-таки выловим. Но я бы, конечно, не отказался сегодня от поверхностной закалки, но нет, что-то как-то, что-то как-то нам не повезло. Ну, ладно, давайте это продадим и, в принципе, еще на 5 раз нам хватает. Поэтому давайте рисковать дальше. Ну, давай, выдай калашик. Выдай калашик. Опа! А вот и он. Вот и он собственной персоной. Аж на 47 тысяч мы тут навыбивали. Еще глок. Два даже глока мы достали. Юспик, темная вода и, собственно, тот самый калашик, поверхностная закалка. Очень жирно мы сегодня выбили. Пожалуй, мы на этом остановимся. И этот калашик я с удовольствием заберу. И, конечно же, друзья, напоследок я хочу напомнить, что прямо сейчас у нас совместно с MyCaseGo проходит просто мега топовейший розыгрыш на 3 вот таких вот дорогущих скинчика стоимостью почти 40 тысяч рублей. И чтобы их забрать, вам всего лишь надо активировать вот такой вот замечательный промокод МГГ, который, во-первых, даст вам аж плюс 40% пополнению, а, во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше. Результаты которого будет известно уже меньше, чем через 2 недели. Поэтому поспешите. Собственно, сам код и сама ссылочка на сайт, конечно же, будет в описании. Всем желаю удачи. Забирайте годноту. А мы продолжаем. Вы куда, пацаны? Мы на камбэк. Вы понимаете, ребят? Интересно. В третьей игре мы играли сейчас просто спокойно, не было ни одного читера. Мы 8-0 выигрывали катку. Что? Зачем? В конце игры подрубил. Так при этом он даже не выиграет. Будет только ничья. Зачем? Да вообще смысла никакого нет. Ванран киди там, что ничья, что поражение, что победа. Но почему так поздно? Это, конечно, хороший вопрос. Не, я думал, что эта катка хотя бы без читеров пройдет. Все уже. Ну вот, 8-0 бы выиграли. Там челики просто боты. Давайте выиграем. Мне кажется, мы сейчас его спокойно вынесем. Хаешкой можно взорвать, попробовать. Да, мне тоже. Да, Хаешкой попробовать толпой просто задавить и все. Мне кажется, мы выиграем. Но он все-таки с Калашом. Не, да. Ну и, кстати, тот самый челик, который после второго раунда левнул. Его не было. Он, по-моему, зашел на счете 6 или 7-0. 6-0, 6-0, да. Да, то есть его хрен знает, сколько раундов не было. Он все это время, походу, там чит какой-то искал. Да. Давай толпой, толпой, толпой. Тайм, тайм, тайм. Убей, убей, убей его. Я пытался. А, это че. Так там два читера. Там другой, да. Это тоже софтоп. Или че, я не понял. Ну, да лагает, смотри, как жестко он лагал. Я ничего не понимаю, что это за игра. Акани 8 отдали нам, что это? Нахуя? Зачем? Вообще, я не понимаю. Это вообще тупизм просто максимальный. Не, реально уже думал, что ничего здесь уже не будет. Ай, сзади, сзади, сзади мид поджал, он на банихопе пропрыгал. Мы только банан заходим, он уже у нас в спине стоит. Похожете? Ну, мне уже ничего не поможет. Мы только зашли на банан, он уже у нас в спине. Надо следить за мидом, ребята. Вы что думали? Я понял, это, походу, новая стратегия у читеров. Чтобы мы не ливнули после первых пару раундов, чтобы мы до конца доиграли все 8 раундов. Все, я понял логику. А зачем? Типа, знаешь, если они включают на первом и на втором раунде, че вы сразу банятся, ливают и так далее. А если мы забираем 8, у нас появляется интерес для того, чтобы забрать этот последний сраный раунд. Все, я понял логику. Не, если он был бы один с софтом, то да. Но оказывается, там целая пачка читеров. Самое смешное, что они врубают софт и выписывают что-то после этого. Да, 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 да. Ой, я мог сейчас этого убить. О, еще один там читер. Последний читер на банане. Ой-ой-ой. Ну, как их три в итоге. Да, их три с софтом было. Сейчас еще все втроем в пати. Это такой бред, конечно. Но мне кажется, то, что вот я предположил, это правда. То, что они реально специально отдали 8 раундов, чтобы мы хотя бы вот эти 8 раундов до конца играли. Боже, какие читеры просто... Мне жаль их почему-то. Сейчас вот, в данную секунду. Максимально. На что они идут, жрут говно 8 раундов, чтобы сделать легендарный камбэк, почувствовать себя сильными. Да, какие только кадры здесь не найдутся в этой бесплатной КС. А у нас вообще будет катки сегодня без читеров? Как будто бы нет. Да, вот мне уже тоже так кажется. Но в четвертой игре у нас пока... Пока. А что это было? В четвертой игре было пока что у нас 4-0, но возможно сейчас что-то поменяется. Я сам себе умил. А вот это интересный номер. Сам себя убил. А, ну там у щелика просто некий меняется на все, и наши, и противников. Совсем убил. Но при этом мы 5-0 выигрываем. Надо ему что-то жестче подрубать. Блин, просто в каждой игре. В каждой игре софт. Либо, блин, вообще... Ну вот этот слайд тоже достаточно странно играет на самом деле. А, блядь, это он и... Это он и есть. Слайд уже настоящий мертв давно. Меня заскамили в данный момент. Но этот точно с софтом играет. У нас преф, смотри какой преф пытался дать. Бегут двоем. А, двое. Ну, они не пройдут. Пока море, по крайней мере, горит. Потушили. Так они не успеют все равно уже. Пока они всех перебьют. Ой-ой-ой. Пошел. Через смок простреливать. У него какой-то кривой чит. Да, как будто там реально говно чит у него. Ну, 6-0 счет. О чем-то это договорит. Ой. О, вот сейчас он вообще прям мне от души поставил. Я не знаю, как будто только мне так жестко прилетает от него. Ну, а вас он вообще не может убить. Вот, вы его убили только что. Почему он только меня... Я каждый раунд от него просто хер пойми как умираю. У меня максимально жестко вырубает. А по остальным вообще у него не попадает ничего. Попробуйте кто-нибудь на банан первый выйти. Я сейчас выйду. Ну, я вам. Пойдемте, пойдемте все вместе. Пойдем, пойдем. Влад, ты тогда мидл иди. Ну, конечно. Надеюсь, он там будет. Точно это надеюсь, если честно. Ну, как вам сказать? Ну, а это не он. Он здесь, блядь! Это что за рофл? Эджиму так? За что со мной жизнь так поступает? Ну, короче, понятно, где я, там и он. Не важно, куда идти. Оооо! Что? Это сильно было. Это этот, тот самый человек, который меняет. Микки. Ой. Ой, он собрался? Походу. Ну, отрица всех. Ну, отрица всех. Так нормально дал. Отрица всех нас побивал. Да, но он не деф, он все равно отдает игру. Зачем-то. Не знаю, зачем он это делает. 10-7. Вот какой смысл вообще он играет, я не понимаю. Он умирает почти столько же, сколько его убивает. Мне кажется, я что-то не понимаю вообще. Для чего ему читы вообще, в принципе? Зачем он вообще заходит с ними играть? Гораздо интереснее было бы зайти и самому нормально поиграть, чем такой херней заниматься. Да, это очень странно. Сколько разных кадров мы уже повстречали за 4 игры? Ну, вот реально, нахера он вообще сюда зашел? Я не понимаю. Зачем он вообще? Какой смысл вообще в читах был в этой вот катке? Он все равно ничего не сделал с ними толком. Все равно проиграл 9-0. Кстати, они все в пати были, а он в соло с читами. Странные игры. Максимально странные. Но пока ни одной игры не было, где у нас не было читеров. Ну, вторая, конечно, но все равно там чел с самого начала был софтом. Но решил почему-то вырубить. Но я хочу еще поиграть. Я хочу найти катку, где у нас не будет читеров хотя бы. Не может такого быть, ребята. Первая игра без читеров. Здравствуйте. Там еще двое, да, я так понимаю. Но один точно здесь в доме. Просреливайте его. Может еще? На, да, да. И тут засели на кухне. Он убежал оттуда. Это была наша первая игра без читеров в бесплатный CSGO. В 2023 году. Ребята, поздравляю вас. Ура! Но, правда, это и не удивительно. Потому что у них три прайма здесь играло. Ну, да не получается в пати с кем? А, ну, два прайма в пати с нон-праймом. И такие ребята здесь попадаются. Но здесь вообще минимальнейший шанс, конечно, был то, что попадутся читеры. Поэтому я ни капли не удивлен. Больше половины игроков были с праймами. Все-таки без читеров здесь можно поиграть. Хотя бы одну игру из пяти. Есть такая возможность. Отлично. А дальше все. Мы сыграли еще несколько каток. И читеры нам вообще перестали попадаться. Нам начали попадаться одни праймы. И мы реально как будто просто играли катки на прайме. Причем без шуток. Одну катку мы сыграли полностью против праймов. Да. И такое каким-то образом бывает. Но дальше мы решили проверить режим напарники. И давайте глянем, что же нас ждет там. А мы за КТ. А-а-а. Не, подожди. По мне не попадает. Да? А. Ну, мне понравилось. Подожди, подожди. Случайность. Да-да-да. Мне понравился первый раунд на Чилисе. Я сейчас так же. Я так же умею вот смотреть. Согласен, согласен. Я Диггл взял. Я сейчас так же ему там. Ой, ну там... Так же сможешь? Ну, в общем, в напарниках тоже не все прекрасно. Мне вот интересно. Если мы сейчас вернемся на те аккаунты, на которых мы вот только что ММ играли. Мы попадемся с читерами или нет? Это вот мы просто для интереса прям новые аккаунты специально сейчас создали. Нам вот на тех перестали читеры попадаться. Мне вот интересно, если мы сейчас в напарники там зайдем. Будут ли там читы? Пострелить тебя хочет? Да. Ой, ну да. Да. А, нет, с другой стороны. А, подожди, а это кто? А как он мне так сейчас дал? Интересно. Он мог тебя через щель видеть, что ли? Так, это вот, который мы знаем, что с софтом. Это даст мне сейчас прострелы? Да, он тоже с читами. Ха-ха. Но он, кстати, не палился до самого конца. Ну ладно, давай на те аккаунты вернемся, посмотрим, что там будет. Вот прям на новых аккаунтах вообще невозможно здесь играть. А вот на те, где мы хотя бы несколько игр сыграли, что сейчас будет? Ну, в первой игре даже не знаю, с софтом или нет. Чилики вообще ни одного фрага не смогли сделать пока что на данный момент. Ну давай. Эх, я уже думал, может он сейчас по мне один разочек стрельниц все-таки сделает фраг. Не, ну в первой игре у нас, чего вообще ни одного фрага не смогли дать? Здесь читеров не было. Ну давай еще несколько игр сыграем, посмотрим. Ну на тех аккаунтах прям с первой катки были читеры. Давай вот здесь еще две сыграем, посмотрим. Ой. Здрасте. А где второй? А вот и второй. Ну, во второй катке вообще праймы были. Читеров здесь точно нет. Ну и третью катку давай запустим. Ну и тут тоже праймы. Вряд ли эти ребята с читами сейчас. Я прям максимально в этом сомневаюсь. Не, ну все, на этих аккаунтах мы просто максимально против челиков с праймами начали попадаться. Нам даже из трех каток нам только одни с нон праймами попались. И в этом и в МММе тоже одни... Господи, я попаду. Но это явно не читы. Даже в МММе уже одни праймы начали попадаться. И в напарниках сейчас тоже. Всего одна катка из трех с нон праймами. Вот так вот играя, даже шансов с читерами попасться отсутствует, по сути, когда челики с праймами. Но... Valve, конечно, интересно сделали. То, что они сделали с трансфакторами, это, конечно, очень интересная вещь. Но она вообще далеко не идеальна. Я вот просто представляю, каково новичкам. Вот человек, который только скачал КС, только впервые в нее зашел. Как мы, например, да? Вот просто поставить нас, точнее, наоборот, новичков на наше место. Когда мы вот зашли в ММ, и сколько мы там, 4 катки сыграли, и во всех были читеры. Вот захотели мы бы дальше играть в КС? Хороший вопрос. Мне кажется, они бы левнули уже после второй, третьей катки точно. И вот как раз-таки до пятой, или какая у нас там была уже без читеров, они бы уже не доиграли. То есть, система интересная, она реально работает, но в ней есть и вот такой вот огромнейший минус. То, что тебе нужно поесть просто говна в самом начале. Причем нормальное такое количество игр. То есть, я так понимаю, если тебе не прилетают репорты и так далее, если, ну, никаких активностей таких нету. На тебя ничего не бросает, то у тебя выравнивается трансфактор, и ты начинаешь играть с честными игроками. А те, кто получает репорты, получается играть с теми же, кто тоже получает эти репорты. Ну, естественно, репорты получают читеры. И они уже начинают меситься между собой. То есть, там прям отдельная такая каста игроков, где, я не знаю, там, наверное, 5 на 5 с читами просто играет. Такое и есть. Такое и есть в бесплатной КС. Но туда попасть нереально. Конечно, если у вас нет читов с читами, конечно, вы туда спокойно попадете и будете против таких же играть. Ну, прикольная система, но вот реально у меня... Я не понимаю вот этого. Я не понимаю, почему сразу же с первой игры мы должны играть с читерами. И ладно бы, мы бы сыграли одну игру, ладно, две. Но мы сыграли четыре. И только потом уже начали попадаться такие же игроки, как мы с читами. Ха-ха-ха-ха. Вот это зависит от нее. Ха-ха-ха. Хороший конец. Но система эта реально офигенно работает. Кроме вот этого вот начала. Она реально идеальная. Но с вот таким вот огромнейшим-огромнейшим минусом. Ну, так в целом все. Мы сейчас можем просто играть в КС бесплатную. И у нас не будет читеров. Мы вот сейчас сыграли три напарники. Уже сколько там в ММ мы три-четыре отыграли. Просто перестали попадаться читеры. Вначале они были в каждой катке. А сейчас все. То есть мы можем запустить вообще любую игру. Ну, давай сейчас просто вот еще одну. Еще одну мы запустим. Давай даже в ММ вдвоем пойдем. И я вот на сто процентов уверен, что читеров сейчас не будет. Слушай, игра-то нормальная была у нас сейчас. Я вообще думаю, это неинтересно. Почему-то они перестреляли друг друга. Да-да-да, но почему-то у нас противники просто поубивали друг друга и все. И их не стало. Но читеров здесь не было. У нас никого вообще нет. Ну, это видно по счетам. Посмотри, какие у нас ущербные счета. Четыре семь шесть пять пять семь. Там вот два челика с праймами остались. Вот они всех тут сидят и выносят. Да блядь, сука, ебучка. Мы проигрываем двоим. А, второй, блядь. Отличная игра. Но тут нет читеров. Тут вообще нет двочиток. А нет, у нас два противника осталось. Думаю, смысла смотреть, что же будет дальше уже особого нет. Так что бесплатная КС сейчас не такая, что и херовая на самом деле. Хотя я думал, что мы вот так вот бесконечно будем попадаться с читерами. Но нет. На самом деле здесь можно играть. Просто немножко пострадать. И реально здесь можно получать удовольствие от игры даже. Когда-то это было вообще невозможно. Здесь, ну, сколько каток не запускай, были всегда читеры. Сейчас вот такая вот ситуация. То, что они только в самом начале. Если вы играете без читов, то вы, соответственно, будете играть против таких же, но не с самого начала. Не сразу, но а так неплохо. Неплохо они по итогу придумали. Эта система реально работает. Друзья, если этот ролик вам понравился и этот ролик был для вас полезен, то обязательно влепите лайк. И, конечно же, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Потому что у нас здесь очень много интересного контента по КС выходит. Так что обязательно подпишитесь. И напоследок рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он тоже получился очень клево. Что ж, а с вами была команда MoreGames. Всем желаю удачи. И всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok